Сегодня в Вестнике Северодвинска. Итоги недели. Праздник со слезами на глазах. После пенной вечеринки полсотни людей обратились в больницу. Я думаю, что скорее всего это произошло из-за банальнейших причин. Я думаю, что это экономия средств прежде всего. Обманули более тысячи вкладчиков. Оглашен приговор от самооснователям пирамиды Поморья. Еще нет и года, но уже необходим ремонт. На Архангельском шоссе под землю уходит ротуар. Эту дорогу сдали осенью прошлого года. Тогда чиновники всех уровней называли ее самой современной в регионе. Клубная вечеринка минувших выходных превратилась в ЧП. В эфире Вестник Северодвинска. Итоги недели с обзором наиболее заметных и ярких событий, уходящих с 7 дней. В студии Анна Бибикова, здравствуйте. Красные глаза, слезы, невыносимая боль. Такими последствиями обернулась для посетителей пенная вечеринка. В одном из клубов Архангельска раствор из специальной машины нанес ожоги первой степени пяти десяткам человек. Среди пострадавших есть северодвинцы. Что это ошибка поставщиков или неаккуратность в использовании праздничной пены, выяснял Дмитрий Ефимов. Самое яркое клубное событие лета и сотни людей в ожидании пенного потока. Такие вечеринки ежегодно проводятся в одном из клубов Архангельска. Однако в этом году дискотека закончилась настоящим ЧП. Сейчас начали выпускать пену. Девушка у меня в пену как бы не лезла, а лез я один в пену. Потом мы с ней вышли на улицу около, наверное, четырех утра. Я просто схватился за глаза, я не мог их открыть. У меня начали они щипать, не знаю, слезы текли ручьем. Глаза закрыть нельзя, моргать больно. Ощущения не самые из приятных. Люди просто подходили к организаторам и говорили о том, что они не видят на расстоянии вытянутой руки. На что организаторы отвечали, ничего страшного, это у вас утром пройдет. На утро боль не прошла. Молодые люди в панике стали выкладывать в интернет фотографии своих глаз и задавать главный вопрос, что делать. В соцсетях даже появились группы пострадавших от архангельской вечеринки. Все обвиняют пену. Я думаю, что, скорее всего, это произошло из-за банальнейших причин. То есть, я думаю, что это экономия средств прежде всего. То есть, люди решили сэкономить средства и решили не тратиться на качественный пенообразующий материал. Иногда используют жидкость для мойки полов. То есть, ну там еще какие-то дешевые там мыльные там пузыри. Сами организаторы с такими выводами не согласны. Они утверждают, концентрат для мыльной машины используют уже 4 года. Раньше жалоб на раствор не было. По логике вещей посмотреть, да, если шампунем, которым мы моем голову, попадает состав в глаза, соответственно, промыли водой проточной и все. Если же этого долгое, длительное время не делать, то появится раздражение. Ну, здесь, видимо, подобный эффект. С раздражением глаз в больницу обратились уже порядка полсотни человек. Всем пациентам ставят один диагноз – химический ожог первой степени. «Было произведено промывание глаз, обезболивание. Назначены рекомендации, пациенты все были отправлены по месту жительства. Госпитализации на сегодняшний день, ни одного случая госпитализации в стационарное подразделение лечебного учреждения не было». Но гарантии, что ожог не напомнит о себе впоследствии, дать никто не может. Накануне о готовности защитить права пострадавших заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. Там помогают составить претензии на некачественное оказание услуг, возмещение вреда жизни и здоровью, а также обратиться в суд. В то же время в соцсетях появилась информация, якобы руководство М-33 предлагает участникам вечеринки одну тысячу рублей и направление в коммерческую клинику в обмен на отказ от претензий. Дмитрий Ефимов, Мария Хохлова, Александр Сенков, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. На этой неделе городские депутаты собрались на последние перед каникулами сессии. Началась она с критики частных перевозчиков. Как оказалось, общественный транспорт не чушь с народным избранником. Бурное обсуждение вызвало хамство и продолжительный интервал между автобусами. Кроме того, стало известно, что за лето капитально отремонтируют не только проспект Труда. Таблички на остановках, что-то за ней на интервала движения. Желательно бы также на ней табличке показать телефон, куда обращаться. А еще не дождаться тройку, 16-й кондукторы грубят, а водители лихачат. Как выяснилось, на сегодняшней сессии общественным транспортом пользуется львиная доля городских депутатов. Поэтому к частным перевозчикам у них накопилось немало вопросов. В кратчайшие сроки народные избранники обязали предпринимателей установить на остановках таблички. Указать интервалы движения, имя перевозчика и координаты, куда можно жаловаться. Как заявил представитель администрации, с приходом частников, жалоб от пассажиров стало меньше. Ежедневно на линии сейчас работает 122 автобуса. На сессии депутаты затронули и проблему выплаты кредита за реконструкцию Архангельского шоссе. Процентная ставка по нему снизилась с 2 до 0,5%. Выплачивать деньги город будет с 2023 по 1932 год. Вновь народные избранники подняли и тему зарплаты бюджетникам. У нас маленький проблельщик остался. Это, конечно, педагоги дополнительного образования учреждений под ведомственным управлением культурой. Это школы искусств, это музыкальные школы, это художественные школы. На эти цели нужна приличная сумма 23 миллиона. Сейчас мы только заложили 3 миллиона, где-то 3 миллиона 500. В этом году помимо проспекта труда капитально отремонтируют и путепровод. Он обойдется городу в 13 миллионов рублей. Прошла поправка, которая изыскивает необходимые дополнительные средства, чтобы обеспечить ремонт этого путепровода не методом ямочного ремонта, а положить новое хорошее полотно и привести его в соответствие, чтобы этот путепровод служил уже безаварийно и надежно уже несколько лет. В бывшем детском саду на Корабельной 13 теперь появится юридическая школа. Для предпринимателя снизили арендную ставку. Взамен он приведет его в надлежащее состояние. Также на 15 лет продлили безвозмездную аренду для православной организации на «Морском-30». Об этом лично ходатайствовал владыка Даниил. Эта сессия должна была стать последней для депутатов этого созыва. Впереди выборы. Но чтобы работа не останавливалась, они соберутся еще раз 22 августа. Анна Бибикова, Александр Осенков, Вестник Северодвинска. Участники на маршрутах города работают уже три недели. На сегодняшний день перевозчиков пять и у каждого свой маршрут. Чтобы оценить работу участников в отдельности, в начале недели мы предложили зрителям проголосовать в интернете за самый популярный маршрут. А отзывы о его работе предложили писать в комментариях. Итак, голоса подсчитаны, качество чьих услуг страдает, расскажет Алексавин. После гибели ПТП официально город обслуживает пять крупных перевозчиков. Северодвинский центр автотранспортных перевозок, Северодвинское автотранспортное предприятие и три предпринимателя Комаров, Крылов и Малиников. Мы решили спросить северодвинцев, каким маршрутом они пользуются чаще всего. А заодно выяснить, чем жители недовольны. И главное, что изменилось с приходом частного капитала. Самые популярные автобусы номер один, три и пятнадцать обслуживает Северодвинский центр пассажирских автотранспортных перевозок. И еще по кусочку от праздничного пирога досталось предпринимателям Комарову 16 маршрут и Крылову 17. Больше всего претензий к владельцу самых популярных в городе маршрутов в центру пассажирских автотранспортных перевозок. Водителям и кондукторам пассажиры 15 маршрута рекомендуют учиться вежливости и правилам дорожного движения. Кондукторы зачастую сами отгруппят. Все это есть у нас. Все это не воспитывалось в технической футболе. С летом идет предприниматель Комаров. Кондукторы 25 маршрута также любят грубить. А 16 можно прождать до получаса. И если придет, то сразу парой. Удостоился предприниматель похвалы. Маршрут Южный АТС ежедневно выручает желающих попасть из квартала в поликлинику или магазин Южный. А благодаря отчаянной езде других перевозчиков пятнашка ходит чаще. Те, кто опаздывают на работу, такая спешка она. На руку. Но остальные люди, которые так не спешат, это может раздражать. Вот так. В опросе приняли участие более 300 человек. В тени обсуждения остались предприниматель Малиников, обслуживающий большей частью дачные маршруты, и Северодвинское автотранспортное предприятие. Его достоинство 22 маршрут. Кстати, северодвинцы просят продлить его хотя бы до АТС. Олег Савин, Виталий Трапезников, Вестник, Северодвинска. В эти выходные леса Поморья станут пожароопасной зоной. 22 и 23 июня в регионе прогнозируют повышенный риск возникновения возгораний. Так что в лесах спецслужбы установили противопожарный режим. Юридическим лицам, жителям и гостям региона запрещается разводить костры на необорудованных площадках. Нарушителям грозят штрафы. О других не менее важных событиях в рубрике «Коротко». Несколько сотен человек пришли в драмтеатр, чтобы отдать последней почести экс-главному редактору старейшей газеты города. Северный рабочий Николай Николаевич Кочуров возглавлял более 25 лет. 9 июня он умер в своей квартире. Проститься журналистам пришли не только первые лица, но и читатели. Большинство из них подписчики северного рабочего и поклонники Николая Кочурова еще с 80-х. До последнего дня своей жизни Кочуров оставался обозревателем северного рабочего. Николая Николаевича похоронили на кладбище Миронова гора. Сегодня ночью на звездочке спустили на воду корабль «Маршал Устинов». На ремонт в наш город «Маршал Устинов» прибыл два года назад. Тогда впервые в истории предприятия в док-камеру был поставлен такой крупный надводный корабль. Позади на крейсере работы по ремонту, окраске корпуса и цистерн, ремонт успокоителей, качки, линии вала. А впереди замена кабельных трасс, модернизация ракетного комплекса, комплекса связи и разведки и другие работы. По словам гендиректора предприятия Владимира Никитина, «Маршал Устинов» значится в заводской сдаточной программе этого года. На этой неделе в Архангельске загорелся железнодорожный мост. Источником пожара по предварительной версии стал электрический кабель, отвечающий за разведение моста. К месту происшествия прибыли все экстренные службы. Подъезды к мосту перекрыли, эвакуировали машины и людей. Из-за движения только по Краснофлотскому мосту образовались огромные пробки. На ликвидацию происшествия спецслужбам понадобился почти час. Никто не пострадал. Этот судебный процесс длился два года. Только на оглашение приговора у судьи ушло трое суток. Отцы-основатели пирамиды Поморья семь лет брали взаймы у населения и обещали проценты. Обманули более тысячи вкладчиков на 147 миллионов рублей. На этой неделе в деле финансовой пирамиды Поморья суд поставил точку. Это уголовное дело длилось два года, занимает 117 томов. Здание городского суда их доставляли на Камазе. От рук отцов-основателей пирамиды Поморья Юрия Цигульского и Андрея Каткова пострадали 1127 человек. Из-за масштабов дела только на оглашение приговора у судьи ушло трое суток. Сегодня в зале суда прозвучало признать виновными. Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года без ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На полгода меньше получит подельник Цигульского Катков. Напомним, общество Поморья с 2001 по 2008 год привлекало деньги населения, обещая вкладчикам до 36% годовых. В организации был принцип пирамиды. Теперь своим клиентам они должны 148 миллионов рублей. Только перечисление потерпевших у судьи заняло около получаса. В пользу Гришина Валерия Павловича 15 тысяч рублей, в пользу Бромовой Ольги Николаевны 70 тысяч рублей, в пользу Гулиной Татьяны Васильевны 63 тысячи 57 рублей 70 копеек. По статье, которую вменили основателям Поморья срок давности 6 лет. Это значит, что обманутые до 2007 в этот список не попали. Ну, люди получают деньги. Уже получают? Конечно. Всем отдают? Всем отдают, без разбора. Возили, получили предпоследие. А вы получали деньги? Получали. Мы получим последний человек. Предпоследний. Предпоследний? Я был последний. Вы будете последний, я предпоследний, а он тогда? Позвав. Он там давал ни в коем-нибудь, кто с ним живет там рядом, в домах. Кому 5 тысяч, кому 3 тысяч. Кому его все время преследовал. У кого крупные суммы, вот слышали, что он сказал? Я предпоследний, он последний. А когда-то будет, через 100 лет? Сколько он должен? Ну, скажу вам, 400 тысяч. Аналогично. Оба осужденных приговор посчитали жесткими, намерены его обжаловать. В противном случае, после вступления его в законную силу, им необходимо своим ходом прибыть в колонию-поселение. Скажите, а как долги будете возвращать? Ну, дай их деньгами. Что? Деньгами. А у вас места нет? Найдем. А где будете искать? Работать. Окончание судебного процесса так и не дождались 29 вкладчиков. Они скончались. Те, кто пришел сегодня, в места не столь отдаленные, провожали с благими намерениями. Ну, дай Бог здоровья, чтобы обиделось. Спасибо. Чтобы их хватило, всем отдадим. Спасибо. Все здоровье забрали. Анна Бибикова, Александр Сенков, Вестник Северодвинска. На одном из недавно отремонтированных участков Архангельского шоссе начал уходить под землю тротуар. Яма на дороге ценой почти полмиллиарда рублей беспокоит северодвинцев. Их волнует, за чей счет будут выполняться работы. Об этом в следующем материале. Эту дорогу сдали осенью прошлого года. Тогда чиновники всех уровней называли ее самой современной в регионе. Во время открытия замминистра строительства области заявил, что ремонта не потребуется порядка 20 лет. Впрочем, прошло всего несколько месяцев, а тротуар уже начинает проваливаться. Пешеходы провал в асфальте на перекрестке Первомайское и Архангельское шоссе обходят с опаской. Северодвинец Александр Гаджевич, увидев яму, сразу же перечислил целый ряд догадок о причине провала. Все они не в пользу подрядчика, выполнявшего работы. Плотный фундамент, ускоренная работа, период дождей – это все как следствие. Такие ямы, такие ловушки, где они будут еще неизвестны. Напомним, реконструкция дороги финансировалась из федерального бюджета. Устройство ливневого коллектора, наружного освещения, перекладка инженерных сетей и два слоя асфальта бетона обошлись почти в 490 миллионов рублей. Сегодня администрация города незамедлительно потребовала от подрядчика выполнить гарантийные обязательства. Ну да, мне вот недавно сообщили об этом. Мы завтра постараемся все там устранить. Оно определится в причине и устраним завтра. Ну, в течение дня это все сделаем. Все работы подрядчик проведет за свой счет. Елена Киева, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Смотреть новости наши зрители теперь могут в интернете на новом сайте северодвинс.тв. Здесь вы найдете самые последние события нашего города и области. На форуме можно обсудить актуальные вопросы или поделиться с журналистами, наболевшими проблемами. Сегодня день памяти и скорби или день начала Великой Отечественной войны. По всей стране сегодня ровно в 4.00 зажгли свечу памяти. Так граждане России, Украины и Беларуси считают память соотечественников, родных и друзей, сражавшихся за свободу Родины. Во многих странах в этот день приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну. Мирным ли будет небо завтра, спросим у ведущей Небесной канцелярии. Рада, здравствуй, Рада. Здравствуй, Анна. Яркое солнце, гроза и средняя температура плюс 20. Прогноз на ближайшую неделю впечатляет. Небесную канцелярию смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске 36 минут и 150 спасенных. Спецслужбы боролись с пожаром в доме престарелых. Ну я-то пока еще и сам передвигаюсь, медленно, правда. А все без ноги и слепые выскочили раньше меня, так что ничего страшного. Дорога во взрослую жизнь открыта. Первые северодвинские школьники получили аттестаты. Уходить жалко, но жизнь такая штука, что нельзя все время оставаться в одном возрасте, оставаться все время в школе. Надо двигаться вперед, развиваться. Четыре метра глубины и настоящий страх подводника быт военнослужащих оценили мамы. Здесь хорошо, и ребята, я думаю, что те, которые здесь служат, довольны. Потому что в былые годы, это года 3-4 назад, конечно, тут и с питанием мы слышали, было не очень хорошо. О метео и астропрогнозах вам расскажет небесная канцелярия. 23 июня, по данным Гесметио, в северодвинске ночью ожидается 14 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 20, малооблачно, без осадков. Ветер южный и юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится, и к вечеру составит 762 миллиметра артутного столба. Находиться в спокойствии советуют нам астрологи в воскресенье. Если на этот период запланированы поездки, отнеситесь к подготовке очень серьезно. Собирайтесь без спешки и в дороге будьте предельно внимательны. Могут возникнуть мелкие проблемы с оформлением документов. Если быть начеку, у любых неприятностей удастся избежать. Берегите себя. До свидания. В эфире «Вестник Северодвинска». Итоги недели мы продолжаем. За 36 минут спасти 150 с трудом передвигающихся северодвинцев удалось спецслужбам города. Пожар на этой неделе вспыхнул в доме престарелых на Яграх. Происшествия автоматически присвоили второй ранг возгорания на социально значимом объекте. За совместной работой спасателей и пожарных наблюдала Наталья Аскерка. Обнаружили еще двое пострадавших. С такой скоростью подопечные дома-интерната свои комнаты покидают нечасто. Документы и деньги с собой прихватить успевают не все, но берут в теплую одежду. Сегодня в 11 утра здесь объявили тревогу – пожар второго ранга. Так что к дому престарелых съехались все спецслужбы города. Срочно эвакуировали подопечных и персонал. «Ну я-то пока еще и сам передвигаюсь, медленно правда, а все без ноги и слепые выскочили раньше меня, так что ничего страшного». «А суматоха какая-то была?» «Я не сказал бы, пусть все знали». Заранее постояльцев о происшествии предупредили, потому что это всего лишь тренировка спасателей и пожарных. За полчаса одной поисковой группе и трем расчетам необходимо не только устранить условный огонь, но и найти пострадавших. Пока спасали пенсионеров, жертвой пожара стал и сам сотрудник МЧС. Он якобы отравился угарным газом. Здоров на давление повышено, так что спасатель получил таблетку и освобождение от текущей операции. Возгорание, по легенде, произошло в отделении Милосердия, где находятся подопечные в тяжелом состоянии и инвалиды. «Очень большая часть подопечных наших – это как раз люди, которые передвигаются на колясках, либо плохо передвигающиеся. Естественно, им была оказана помощь в эвакуации силами нашего персонала, ну и, соответственно, уже силами служащих МЧС». Кстати, пустили сотрудников спецслужб не во все комнаты, чтобы лишний раз не потревожить особо больных подопечных. А вот в некоторые помещения пробиться спасатели смогли не сразу сами. «Мы используем пожарное оборудование сами в работе. И, скажем так, люди шли на объект, которым они никогда не бывали. И встретились с тем, что надо было брать еще оборудование некоторое. А чего не хватило? Не хватило, скажем так, ручного инструмента для вскрытия металлических дверей». Учения спецслужбы провели за полчаса. А значит, норматив выполнен, пока одни боролись с огнем, другие спасли коллегу, четырех инвалидов и юриста дома престарелых. Наталья Аскерка, Александр Осенков, Вестник Северодвинска. У нескольких сотен северодвинских школьников эти выходные наполнены только счастливыми моментами. Выпускники 2013 получили долгожданные аттестаты и сделали уверенный шаг во взрослую жизнь. Кто-то из них уже определился в выборе северодвинских учебных заведений. А у некоторых планы – покорение столицы. «И аттестат о среднем образовании вместе с покойной грамотой засуну в пике в изучении экономики вручается нам, типовой лице Евгеньевичу, в любви сниверситетом, в любви сниверситетом. Нет обучения. Правда, есть те, кто до победного конца не добрался». «Аттестаты сейчас были вручены 51-му, потому что двое не преодолели необходимый порог 24 баллов по математике. Теперь мы будем ждать результаты. Можно ли им будет выдавать аттестаты? Будем ждать результаты 1 июля. Но, в принципе, ребят, молодцы». Многие из тех, кто сегодня получил аттестаты, ясно видят свой дальнейший путь во взрослой жизни. А вот у некоторых планы и воистину наполеоновские. «Может, стану героем России. Может быть, и никто так и не узнает обо мне. Но, так или иначе, я хочу, в первую очередь, помогать другим людям. Я, по идее, интересуюсь вообще историей, политикой. Ну и я хотел заниматься политикой в будущем». «Уходить жалко. Ну, жизнь такая штука, что нельзя все время оставаться в одном возрасте, оставаться все время в школе. Надо двигаться вперед, развиваться. Учителям хочу сказать огромное спасибо за то, что они нас такими вырастили». Вместе с 30-й сегодня аттестаты получили выпускники еще 8 школ города. 23 человека в этом году вышли с золотыми медалями и 13 с серебром. После торжественной части все выпускники по-настоящему смогут отпраздновать окончание школы на выпускном вечере. Затем начнется череда поступлений в университеты и как минимум 5 лет уже взрослой учебы. Дмитрий Ефимов, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Каждый день письмо родителям, даже если они живут на соседней улице. Такой наказ накануне дали члены комитета солдатских матерей северодвинским солдатам-срочникам. Женщины посетили воинскую часть Беломорской военно-морской базы. Проверили питание, условия содержания и даже тренажеры для уже взрослых военнослужащих. Какие впечатления оставила северодвинская учебка у солдатских мам, знает Наталья Аскерка. 4,5 метра глубины и обычная водопроводная вода. На самом деле настоящий страх даже для начинающих подводников. В этом бассейне сейчас тренируются действующие экипажи субмарин. Главная задача – спуститься на глубину, подняться и залезть в резиновый плот. Внизу не видно дальше вытянутой руки. Имитация происходит под реальные условия, то есть приближенные к реальным условиям. Мы добиваемся того, чтобы потом человек, когда освоился здесь, уже не было страшным в дальнейшем. Правда, до этого бассейна, а также отсеков для отрабатывания навыков борьбы за живучесть, сейчас эти ребята пока не доросли. Так что солдатским матерям аппараты такой сложности показывают ради экскурсии. Члены общественной организации приехали в гости к солдатам-срочникам. Среди этих ребят большинство из Архангельской области. Вице-чемпиону мира по французскому боксу Дмитрию Продову служба в местной части помогает не выбиваться из графика тренировок. Здесь начальник по физической подготовке части дает возможности, выступая. Нас обеспечивают полностью всем. И нет такого, что мне бы хотелось еще того, еще хотелось того. Для нас все условия здесь созданы. Питьевая вода, домашний кинотеатр, бильярд, а в этой роте еще флаг, свой музей и уголок памяти погибших подводников. У солдатских матерей не возникло нареканий и по поводу еды в столовой. Говорят, особенно понравились рассольник и мясо. Вердикт мам – воинская часть на высоком уровне. Здесь хорошо. И ребята, я думаю, что те, которые здесь служат, довольны. Потому что в былые годы, это года 3-4 назад, конечно, тут и с питанием мы слышали, было не очень хорошо. Но насчет офицерского состава ничего плохого сказать нельзя. И лично мы ничего такого плохого не слышали. В Северодвинской воинской части сейчас все больше ребят из города Корабелов. Так солдатам комфортнее и спокойнее. В завершение встречи со срочниками матери дали наказ. Не забывать родителей и писать даже на соседнюю улицу. Наталья Аскерко, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. И на этом у меня все. Чем удивит нас неделя следующая, узнаем в понедельник. Обо всем интересном, что происходит рядом, пишите нам. Телефон для СМС-сообщения 911-550-3008 или звоните номер 50-3008. А я с вами прощаюсь. До следующих выходных. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Воскресенье 23 июня в Северодвинске ожидается ветер южных направлений, умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет стабильным и составит 761 миллиметр ртутного столба. Облачно с прояснениями, без осадков. Тип погоды второй благоприятный. Температура ночью плюс 13-15, днем от 17 до 19 градусов выше нуля.